Всем привет друзья! Еще с детства я любил всякие страшилки и сказки, но кроме Бабы Яги и Кащея на советском телевидении ничего не было. И тут однажды я увидел фильм, который казался настолько страшным, что я не спал несколько ночей. Этот хоррор носит почетное звание первого советского фильма ужасов и принадлежит самой известной из всех экранизаций ВИА, поставленный в 1967 году объединенными усилиями Константина Ершова, Георгия Кропачева и никак иначе, как нечистой силы. История съемок давно обросла мифическими слухами, но некоторые события и вправду были. Фильм занял почетное 13 место в прокате, символически нечистое число. Впрочем, чертовщина началась гораздо раньше, еще на первых этапах съемок. Во время съемок Наталья Варлей вылетела из кружащегося гроба с большой высоты. Ее в последний момент поймал Леонид Куравлев, но сам так сильно потянул руки, что на неделю выбыл из строя. А деревянная церковь, которой Хама читает за упокойную, позднее и вовсе сгорела. Фильм снимали в трех разных церквях на Украине, но главная сцена с летающим гробом и вурдалаками была отснята в павильоне Мосфильма, где были созданы декорации, копирующие одну из этих старых церквей. Это было связано с тем, что в настоящей церкви не было условий для использования циркового реквизита и сложного механизма, с помощью которого Наталья Варлей в прямом смысле слова летала в гробу. Все гробы были черного цвета, как у Гоголя. Гроб номер один считался основным, в нем лежала умершая панночка. Гроб номер два летал с закрытой крышкой по церкви, именно он по сценарию не мог пробить очередной начерченный философом магический круг. Этот гроб метался в кадре пустым и был совсем маленьким. Гроб номер три был подвешен на шести металлических струнах к потолку. Именно в нем ведьма летала по церкви, стоя во весь рост. В основание гроба был вмонтирован металлический штырь-кронштейн, которому актрису пристегивали монтажным поясом. За спиной под балахоном у нее была закреплена надежная опора. Декорации делали сразу в нескольких павильонах. Полгода сотрудников Мосфильма пугала затянутая паутиной мрачная церковь. В фильме есть эпизод, когда несметное количество чудовищ влетает в храм. Падают на землю иконы, летят вниз разбитые стекла, двери срываются с петель. Тут же должна падать огромная люстра паникодила. Бутафоры не поленились и на основании люстры навесили множество мешочков с пылью. Когда паникодила грохнулась об пол церкви, все на мгновение онемели. В поднявшемся столбе пыли казалось, что раздался взрыв. А еще на съемках Вия сожгли несколько центнеров свечей, хотя воск тогда был дорогой. Приходилось в специальных церковных мастерских Загорска заказывать толстенные свечи, состоящие из воска и стеарина. В фильме были задействованы и животные, это были вороны и кошки. Первых ловили тут же, на Мосфильме, во дворе. Выкладывали в старом сарае приманку, несколько дней не подходили, чтобы не спугнуть хитрых птиц. А после на съемочной площадке давали команду и черные птицы с шумом выпархивали из раскрывающихся с треском окон церкви. Бывало, дрессировщик кричал режиссеру Александру Птушка, «Лукич, вороны кончились». Он объявлял перерыв, киношники тушили свет и лезли с фонариками наверх снимать птиц, а павильоны были огромные, до 16 метров в высоту. Также в фильме работала бригада черных кошек. Девять подросших черных котят достались съемочной группе в наследство от картины «Черный чертенок», где главного четвероногого героя играли сразу девять дублеров. Мало того, что в Вее черные коты выскакивали из-под ног бедного философа Хамы в самый неподходящий момент, на кошек надевали еще и специальные шапочки-копоры с рожками. Их пускали прыгать с возвышения и в прыжке снимали на стене их тени. Еще на съемках присутствовала дрессированная собака по имени Мишка. Он был настоящим звукоимитатором. Пес мог рычать, как настоящий медведь, и выть по-волчьи. В самом же Вее он отчаянно оплакивал во дворе умершую панночку. Оборотни в фильме у Александра Птушка удивительным образом лазили по вертикальной стене. Снимал этот трюк опытнейший оператор Федор Проворов. Из толстых досок сколотили стену, поставили макет под углом к полу и снимали вампиров, сползающих по наклонной плоскости. Сверху над съемочной площадкой зависал кран с оператором и режиссером. Получалось, что упыри, цепляясь когтями рук и ног, лезли прямо по вертикальной стене. Роль Вия исполнил спортсмен-тяжелоатлет. Ему пришлось таскать на себе тяжелый костюм с руками-корягами. Результат получился впечатляющим. При просмотре фильма даже у взрослых людей начинали шевелиться волосы на голове от неподельного ужаса. Панночку в кадре ставили на специальное вибрирующее устройство, чтобы создавалось впечатление, что она трясется от злости. Накладывали тусклый грим, как будто она зеленеет от злости. Подсвечивали глаза, чтобы они светились изнутри сатанинским огнем. Интересный факт, что после съемок фильма у актрисы Натальи Варлей наступила черная полоса. Беды грянули одна за другой. Тяжелая болезнь, уход мужа, отсутствие ярких ролей. Актриса согласилась сниматься из любопытства. Не успугали ее снятые мерки для гроба и летания под куполом церкви. В перерывах актриса не теряла времени и читала конспекты, лежа в гробу. Позже Варлей поняла, что нечистая сила в храме – страшный грех, хотя и не связывала напрямую с фильмом все беды, что обрушились на нее. Хотя у Куравлева все с точностью да наоборот. Съемки в данной картине принесли ему небывалый успех. Для него Вии стал трамплином, после которого его стали приглашать в другие фильмы. Может быть все дело в том, что в фильме «Хама» в исполнении Куравлева находился на стороне светлых сил и боролся с нечистью? Как думаете? Не знаю, как вам, но для меня этот фильм остается одними из самых лучших картин Советского Союза. Не могу не отметить, что в целом все произведения Гоголя окутаны мистикой. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы YouTube оповещал вас о выходе новых роликов. А на этом у меня все. Всем до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok